В прямом эфире Якутия 24 вы смотрите выпуск итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Серьезное ЧП в Жиганске. Сгорел 12-квартирный жилой дом. Без крыши над головой остались 25 человек. Возможно, есть погибшие. Большой брат следит. Теперь с помощниками за нарушителями правил дорожного движения в столице будут следить дополнительно. Привлекут новые передвижные комплексы. 50% от плана уже доставлено. По республике идет завоз грузов на север. Темпы опережающие. В тайге в Якутске в лесу мужчина выкопал себе дом и живет там почти год. Репортаж о необычном человеке. Осторожно, снег. Повсеместно начнется уборка снега с крыш объектов. Сюжет о важности обратить внимание на безопасность этого процесса. Главу поселка Уснера и Меконского Улуса отстранили от должности. Решение приняли сегодня на заседании поселковых депутатов райцентра. Причиной стали серьезные нерешенные проблемы с системой водоотведения и канализации, возникшие в поселке еще в октябре. По мнению депутатов, глава поселка на аварийную ситуацию не отреагировал должным образом. Сложилась с осени октября, с октября месяца аварийная ситуация в системе КНС, в системе водоотведения поселка. Большинство септиков в поселке были заморожены. И вот именно это послужило прощиной для его удаления. Да, длительное время эта аварийная ситуация не была устранена. До сих пор несколько септиков у нас в нерабочем состоянии. То есть работа по устранению проводилась не так, как должна была быть. Впрочем, по закону глава поселка имеет право обжаловать решение поселковых депутатов. К другим новостям Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда. Теперь МРОД будет доведен до 100% прожиточного минимума с 1 мая этого года. Напомню, в настоящее время МРОД составляет 9 489 рублей. А после вступления в силу закона с 1 мая МРОД будет равен 11 163 рублям. А суммарное его повышение в этом году тогда составит 43%. Это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя этот законопроект. Якутия, Внешэкономбанк и агентство стратегических инициатив подписали меморандум о взаимодействии. Это состоялось в рамках инвест-форума в Сочи. Представителем от республики выступил председатель правительства Евгений Чекин. Сообщается, что меморандум направлен на сотрудничество сторон при решении приоритетных задач соцэкономразвития Якутии. Конкретно стороны планируют взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвест-проектов, направленных на развитие республики и его территорий. В частности, речь идет о ТОСЭрах, инновационных территориальных кластерах и моногородах. В целом, меморандум, подписанный по инициативе главы региона Егора Борисова, призван улучшить инвест-климат и условия для экономического роста и комплексного развития республики в целом. С 1 июля число застройщиков в республике сократится. По оценкам участников рынка недвижимости, со вступлением в силу изменения в закон, цены на жилье могут вырасти на 15-35% в Якутии. Таким образом, с июля на строительном рынке останутся всего 6 застройщиков. Об этом в ходе пресс-конференции во время ярмарки недвижимости сказал первый замглавы Минстроя республики Павел Аргунов. По данным на сегодня в Якутии зарегистрировано 65 застройщиков, а по последним данным в республике официально в статусе обманутых дольщиков находится 301 человек. Налоги для предпринимателей могут повыситься с этого года на 20-30%. Такое мнение высказала уполномоченная по правам предпринимателей Якутии Айталина Соколова. Сегодня в управлении налоговой службы прошло публичное совещание с участием сотрудников, госорганов и представителей бизнес-среды. Речь шла об основных изменениях в нормах специального режима налогообложения, упрощенная и патентная системы налогов. Кроме того, как сообщили на встрече, в этом году повысился индекс дефлятор. Теперь он равен 1,8%. Ранее его размер составлял 1,4%. Безусловно, любое повышение индекс дефлятора напрямую отражается на сумме налогов, по единому налогу на вмененный доход, по упрощенную систему, по патенту. Поэтому это, конечно, напрямую отразится. То есть такое повышение, там где-то порядка процентов, ну, было 1,4-1,8%, ну, где-то там на 20-30% повышения, конечно, это отразится напрямую на финансовых показателях. Завоз грузов по республике идет опережающими темпами. По данным, уже завезено 50% от плана. Что касается зимников, то на сегодня почти все они по республике открыты. На совещании по завозу грузов первый вице-премьер Алексей Колодезников распорядился накопить запасы топлива в селе Колымское для нужд двух отдаленных поселков Нижнеколымского Улуса. Также сообщили, что во всех населенных пунктах Среднеколымского района зимники функционируют, а запасы угля составляют более 10 суток. Завоз находится на контроле. Кроме этого, Колодезников отметил, что все необходимые объемы завоза продуктов питания по линии Якутопторга и Туймада-Аграснаба в северные арктические районы республики идут по плану. План завоза автозимниками 644 тысячи тонн грузов, 322 тысячи уже доставлено. Это со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. В части открытия автозимников регионального значения все автозимники открыты, кроме автозимника Арктика. У нас сейчас идет пробивка автозимника между Колымским и Андрушкиным. В крупном пожаре в Жиганске сгорел 12-ти квартирный жилой дом. Огонь тушили с 9 вечера до 2 ночи. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновника и общий ущерб установит следствие. По неподтвержденным данным, в пожаре погибли два человека. Точно известно, что происшествие оставило без жилья целых 12 семей. Это 25 человек, в том числе трое детей. Их пока разместили по родственникам и знакомым, а четверо по состоянию здоровья находятся в больнице. Сейчас работа по восстановлению паспортов граждан идет. И в ближайшее время рассмотрят заявление по оказанию адресной материальной помощи Погорельсам. Кроме того, в отделении социальной помощи семье и детям, а также в кабинете общества инвалидов, будут организованы пункты приема вещей первой необходимости. Поступил звонок 21-47, дежурную службу, 0-1. И первый был выезд по второму вызову. И подача первого ствола сразу была 9-49. И предварительные причины устанавливаются. В Якутске в лесу мужчина в прямом смысле выкопал себе дом и перезимовал. Людей он старается избегать, выбирается в город только запастись продуктами. Мой коллега Олег Колесов отыскал в тайге землянку и поговорил с этим весьма необычным человеком. В гости в настоящую землянку. Иннокентий Афанасьев провел в ней все самые сильные холода. С весны до осени жил в палатке. Здесь же в лесу. Потом решил выкопать себе жилище. В июле начал. У меня почти постоянку. Сухого леса много. Но я все равно не сплю, поэтому хожу. Даже он рыжий идет, не мерзнет. Проблемы с психическим здоровьем у нашего героя начались еще в армии. После сугубились. По словам Иннокентия, он много лет провел в психоневрологическом диспансере и выписался лишь два года назад. Попытался жить обычной жизнью. Не получилось. Ну, уже не могу спать много. Много хожу сам по себе. Ноги болят сильно, а рук кричу там. Ну, так, срываюсь немножко. Ну, друг приходит. Друг приходит? Он в интернате живет. Помогает? Ага. При этом Иннокентий считает себя счастливым человеком. На жизнь не жалуется. Получает пенсию по инвалидности и даже помогает родным и друзьям. Хватает на жизнь? Конечно. Я еще помогаю. Молодец. А держишь надолго. А есть родные? Есть, ага. Но я не хочу никому нет. Сам по себе. Ну, сам по себе. Возвращаться в общество насовсем Иннокентий не хочет. Но связь с миром держит. У него есть и радио, и мобильный телефон. Как будто бы я это самое, без этого что-либо что-либо. А, телефон? У меня же телефоны. Я разговариваю со своими. А в магазине заряжаюсь, не спускаюсь. Когда хожу, гуляю, а не разрешают, заряжаю. Хватает на два дня. Книги читаю. А что за книги? Ну, вот библиотеки приносят туда. Потому что прописки же у меня нету, они поэтому не дают. А там много приносят, и я это выбираю. Съемочной группе Иннокентий был рад, но признается, находиться в одиночестве ему гораздо примечнее. На природе в землянке Иннокентий собирается привезти как минимум еще одну зиму. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Али Кулисов, Георгий Хлопков, Якутск. С приближением весны традиционно начнется повсеместная уборка снега с крыш объектов. Причем во многих случаях организации, да и рабочие, не обращают внимания на безопасность этого процесса, что чревато происшествиями. Репортаж Петра Говорова. Уборка снега с крыши во многом зависит от материала самой крыши. Но у нас есть и такое, что у нас где мягкая кровля, например, на многих домах КПД, то там, согласно этому постановлению 170-му, снег убирать нельзя. Только надо убирать сосульки. Поэтому все находится под контролем. И большая просьба опять к жителям. Не дай бог, если вы увидите, что ограда не сделана, нет соответствующего ограждения, надо сообщать. Но у нас специалисты по графику будут это все проверять и контролировать. Заградительная лента – условие обязательное. Однако, зачастую уборщики снега забывают об этой необходимой детали. Вот так вот чистит снег. Никакой разметки, ничего не вывесили. И вот кидают, дай бог, чтобы никого не попало. Ярославского 7. Такие случаи, что это неправильно, естественно. Должны ограждать. А так на них поорать, они не заметят. Им надо ограждение обязательно делать. Флажки красные, потом красного цвета. Не дай бог. Да, чтобы на голову упадет кому-нибудь. Я с крыши с понедельника не буду. А? С крыши с понедельника не буду. А, только с понедельника? Нет. Ничего не говорят там? Только мешают, когда чистишь. И поэтому нервничаешь. А вы сами ставите, да, ленту такую? Я ставлю. Ставите, да? Когда вы уже сбрасываетесь сверху? Сезон уборки снега с крыш только набирает обороты. Но уже на днях в Алдане погиб один человек. Молодой мужчина убирал снег со своей крыши и не заметил схода снежной массы соседнего здания. Ну, это действительно трагедия для города, для родных, близких. Еще одна угроза – образование на карнизах глыб и сосулек, масса которых может достигать вкупе нескольких десятков килограммов. Мы сегодня провели совещание вот в управе среди своих управляющих компаний. И мы эту информацию довели, что они нам предоставили план, график по вывозу снега, наледи, в том числе сброс с крыш. И эту информацию мы общий свод сделаем. И должны мы вот направить в службу и коллектацию городского хозяйства. Ежегодно проводятся аукционы по вывозу снега. В этом году место полигона в столице изменилось. Как мы все знаем, снег, который скапливался у нас в городе Якутске, вывозили в Иллюйский переулок. Теперь полигон переехал. Сейчас он находится по адресу 50 лет советской армии. Горожанам следует быть осторожнее. С понедельника в столице снег с крыш начнут убирать повсеместно. Петр Говоров, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас реклама полторы минуты. Далее смотрите во второй половине нашего выпуска. Бальная система заставляет граждан путаться. Счетная палата страны подняла вопрос о возвращении к классической пенсионной системе. Большой брат следит теперь с помощниками. За нарушителями ПДД в столице будут следить дополнительно. Привлекут новые передвижные комплексы. Очередь за юниорами в Якутии продолжает работу региональный чемпионат WorldSkills. Чтобы помнили, в Нерингере отметили 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Это Якутия 24 в прямом эфире. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». Счетная палата России подняла вопрос о возвращении к классической пенсионной системе. Об этом заявила председатель счетной палаты страны Татьяна Голикова в интервью российской газете. Напомню, что ранее учитывался рабочий стаж и заработная плата. По словам Голикова, пенсионная система создается для людей, и она должна быть понятна для них. А современная бальная система заставляет граждан путаться в сложных коэффициентах и выкладках. Дело в том, что пенсионная система и вообще любая социальная система, не важно, что это система социального страхования или медицинского страхования, это система, которая создается для людей, и она в первую очередь должна быть понятна и прозрачна для людей. Потому что социальное страхование, скажем, в пенсионной системе – это при выходе человека на пенсию компенсация утраченного заработка. Сегодняшняя бальная формула, которая, кстати говоря, так и не заработала в полном объеме, она существенно достимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. То есть он ограничен в своих правах с точки зрения назначения пенсии. Уровень явки на президентских выборах в России будет в пределах 60-65%. Такие оценки привел председатель правления фонда Центр политических технологий Борис Макаренко на пресс-конференции в Москве. По оценке политтехнолога, высокий уровень активности российских избирателей можно прогнозировать с учетом разнообразного состава участников предвыборной гонки, также высоким уровнем легитимности предстоящих выборов. Раз декларируемая явка высока, это значит, что в обществе ритуальная символическая ценность президентских выборов остается очень высокой. Причем это значимость рациональная, выборы хозяина, выборы пути. Это не думские выборы, на которых главный мотив это эмоция. Во-вторых, у нас давно уже не было списка кандидатов в президенты из 8 человек, причем очень разных. Предложение стало шире и интереснее. Посмотрим, насколько эту возможность оппозиционные кандидаты используют. И легитимность выборов высока. Все это предвещает явку достаточно высокой. Минсвязи республики считают необходимым разъяснить вопрос о вещании телеканалов Якутия-24 и НБК Саха. Так, телеканал Саха-24, на базе которого 1 февраля был запущен наш круглосуточный информационный телеканал, согласно федеральному закону ОСМИ, был определен Федеральной конкурсной комиссией, обязательным, общедоступным телеканалом республики Саха. Изначально же телеканал был задуман как отдельный от НБК Саха, и в этом году Саха-24 увеличил объем собственных передач с 20 минут до 10 часов в сутки и стал самостоятельным телеканалом. В рамках ребрендинга он был переименован в Якутия-24. Сегодня канал доступен к просмотру на всей территории республики по спутниковому вещанию «Орион Экспресс» и через операторов кабельного вещания. В эфирном наземном вещании через антенну телеканал транслируется в городах Якутск, Нерингри, Алдан, Мирный и Ленск. В свою очередь НБК Саха полностью сохраняет весь объем вещания на якутском языке, общественно-политическую и культурно-духовную направленность. Далее в планах создать региональный мультиплекс, в который войдет семейство каналов НБК Саха, Якутия-24 и другие. При этом в перспективе телеканал Саха будет также вещать в круглосуточном режиме на якутском языке. Почта России планирует провести пилотные испытания доставки посылок дронами в труднодоступных районах. Выбранный регион Якутия. Об этом сообщил глава Почты России Николай Подгузов. Сроков и деталей проекта он не привел, подчеркнув, что развитие этого направления не является для Почты приоритетным, а скорее вспомогательным. Добавлю, что в конце прошлого года начато тестирование дронов в условиях Крайнего Севера. Алроса возвращается к проекту строительства нового аэропорта в Мирном. Много лет назад его возведение началось, но затем было заморожено на неопределенное время. Теперь, благодаря помощи федерального центра, компания готова осилить эту затратную стройку. Что будет представлять из себя новый аэропортовый комплекс в сюжете коллеги Романа Муконина. В Мирном появится новый аэропорт взамен действующего, морально и физически устаревшего. Финансирование строительства запланировано за счет средств Алроса и федерального бюджета. В компании уже объявлен конкурс на составление нового проекта и всей необходимой документации. Проектировщики должны учесть то, что у нас на сегодняшний день уже отсыпана взлетно-посадочная полоса. Вот эти объемы должны быть учтены в проекте. Ну и основной критерий тоже, чтобы все службы, которые у нас базируются на аэровокзальном комплексе, были размещены компактно, удобно. Ну и, конечно, в первую очередь, чтобы было удобно пассажирам. Шесть лет назад в Алроса уже приступали к этому масштабному проекту. Был разработан красивый дизайн аэровокзала. Под новую взлетно-посадочную полосу даже успели очистить и разровнять огромную площадь леса рядом с действующим аэродромом. Однако строительство пришлось заморозить. Кроме Алроса других инвесторов не нашлось. А старый проект за годы консервации перестал отвечать необходимым требованиям. Старый проект был разработан по нормам того времени. Они, соответственно, с 2011-2018 год нормы изменились. Также сейчас у нас пришли в город новые компании. Соответственно, авиакомпания Алроса уже не требуется в такой парк объектов вспомогательных, которые были ранее предусмотрены, грузоперевозки. Также изменились. Соответственно, необходимо сейчас это все пересматривать заново. Конкурс на разработку проекта нового аэропорта продлится до 30 ноября. Само строительство начнется в следующем году и обойдется около 15 миллиардов рублей. За эти деньги появится не только новый аэропортовый комплекс рядом с действующим, но и новая инфраструктура вместе с дорогой. Так как аэропорт будет находиться в новом месте, пользоваться существующей дорогой, которая сейчас у нас есть из города, действующий аэропорт, разумеется, она не подойдет. Поэтому мы предусматриваем строительство новой дороги. Ее длина приблизительно 5 километров. Это дорога третьей категории, то есть достаточно широкая, освещенная. И вплоть до того, что вдоль всей дороги у нас будет тротуар. Это будет много дорог, она будет выходить в районе Черношевского шоссе и до аэропорта, до нового здания аэровокзала. Действующий аэропорт и прилегающая территория будет отдана алмазодобытчикам для разработки драгоценных песков, располагающихся под полосой. За счет средств, полученных от этой добычи, Алроса сможет компенсировать часть суммы, потраченной на строительство аэропорта в Мирном. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Тем временем Алроса продала на аукционе в Израиле крупные алмазы на сумму 13,5 миллионов долларов. В аукционе приняли участие более 100 компаний из разных географических центров торговли и обработки. 39 фирм признаны победителями, большинство из них из Израиля. Торги завершились хорошими результатами. Стоимость продаж существенно превысила стартовую цену, так прокомментировал итоги аукциона замгендиректора Алроса Юрий Акаемов. Добавлю, что в этом году на израильской площадке Алроса планируют провести еще пять аукционов. За нарушителями правил дорожного движения в столице будут следить дополнительно. Улицы столицы в скором времени будут контролировать новые передвижные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Приборы отечественного производства в настоящее время проходят тесты в Якутске, рассказывает Александр Зубейхин. Всего за три дня новые разработки комплексов фото-видеофиксации должны показать, на что они способны в условиях Крайнего Севера. Ни туман, ни морозы не должны повлиять на работу техники. Представитель автомобильных дорог пояснил преимущества новых разработок. Раньше, например, комплексы только фиксировали в стречном направлении или попутном. Одно из двух нарушений только мы убрали. А сейчас это комплексы, они фиксируют весь поток, это получается стречку и попутку. Это получается на все вот эти движения. И фиксируют все проходящие транспорты. Вот один из тестируемых приборов. Он имеет радиолокационный модуль, видеокамер, с помощью которых фиксируют нарушения правил дорожного движения. После чего информация передается на энергонезависимый модуль. И с помощью защищенного канала информация передается на ГИБДД. О том, стоит ли беспокоиться автолюбителям в этот период, рассказал представитель ГИБДД. В настоящее время проводится в тестовом режиме, то есть нарушения не обрабатываются и не идут водителя. То есть просто в тестовом режиме проверяем. Комплекс, прошедший все испытания, будет работать на дорогах без обслуживающего персонала, если установлен в антивандальный ящик. В случае, если прибор фото-видео фиксации будет установлен на треноги, то он будет использоваться с экипажем по управлению автомобильных дорог. В концентрации в основном у нас дорожно-транспортные происшествия случаются из-за скоростного режима водителей. В связи с чем на скоростных, то есть на скоростных дорогах, прямых дорогах, эффективно устанавливать передвижные комплексы. Уже 19 февраля комиссия выберет лучшего производителя и примет решение, какой прибор наиболее подходит для работы в наших условиях. Примерно в середине 2018 года новые переносные комплексы фото-видео фиксации начнут свою работу на улицах города Якутска. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Якутск. В Ленске прошел районный конкурс «Безопасное колесо». В знании правил дорожного движения соревновались и юные инспекторы движения и учащиеся средних школ города. Конкурс проводился в три этапа и включал в себя как знания правил дорожного движения, так и умение оказать первую помощь. По решению жюри абсолютным победителем конкурса стала команда школы номер два, на втором месте команда первой школы, третье место за четвертой школой. На сегодняшнем мероприятии все команды проявили себя на высоком уровне, конечно же, показали свой уровень знаний правил дорожного движения, навыки вождения велосипедами. Одна из значимых дат российской истории этой недели – 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Участники боевых действий, матери и вдовы погибших, студенты и школьники вспоминали в этот день защитников Родины. Из Нерингре передает Екатерина Павлова. Программа началась со встречи у памятника погибшим воинам-интернационалистам. В торжественном возложении цветов и митинги приняли участие ветераны, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, власти и жители района. После в Центре культуры гостей ждал концерт, где местные таланты поделились своим творчеством, спели любимые военные песни. Давайте помолчим от тех, кто не вернулся, не вырвался из зла бессмысленной войны. Давайте вспомним их, исчезнувших навеки, кто не успел сказать любимым о любви. Россияне, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, в этот день снова вспоминают страшные военные конфликты, оставившие неизгладимый след в их сердцах. Виктор Ващенко, будучи сотрудником Комитета госбезопасности, в 61-м году попал на Кубу, где защищал интересы своей родины. Для меня этот день – больной день. Много ребят погибло. А каждая потеря друга или даже товарища – это больно отражается. Мне уже много лет, 77, но сейчас я все-таки в строю пока. Афганская война продлилась 10 лет, и многие историки утверждают, что после Великой Отечественной она была самой кровопролитной и жестокой. В 87-м году в погран войска был призван наш местный житель Артур Яковлев. Война – это всегда тяжело, и Артур Олегович знает об этом не понаслышке. Что сейчас для меня, Афганистан, ну, наверное, школа жизни, которую я прошел, и не жалея о том, что это случилось в моей жизни, это было здорово, замечательно. Я научился, честно говорю, научился принимать решения, не боясь ответственности за них. Это самое главное качество, которое помогло мне стать потом руководителем. Многие нерюнгринцы, служившие за рубежом, сегодня состоят во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», где оказывают помощь участникам боевых действий, организовывают различные мероприятия и занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Екатерина Павлова, Айя Ломосов, Нерюнгри. В Якутии продолжает работу региональный чемпионат WorldSkills, шестой по счету конкурса «Молодые профессионалы» проходит по 45 направлениям. Наш корреспондент Анастасия Федорова о соревнованиях по направлению юниоры. Сегодня найти свою профессию непросто, особенно молодому человеку. И в Якутии последние несколько лет развиваются различные проекты, направленные на профориентацию молодежи. Одним из таких проектов являются молодые профессионалы WorldSkills Россия. В этом году к студентам и молодым профессионалам подключились и юниоры, школьники до 16 лет. Соревнования по направлению юниоры стартовали сегодня в квантумах детского технопарка «Кванториум». Здесь юные профессионалы показывают свои умения и навыки по 10 компетенциям. Ребята, которые здесь сейчас соревнуются, им необходимы знания физики, информатики, аэродинамики. Они должны уметь руками паять, собирать, они должны произвести сборку и дефектовку коптера. Задание было практически написано по профстандарту, то есть все то, что должен делать специалист по данной профессии, это отражено в конкурсном задании, которое выполняют ребята. Движение Junior Skills помогает школьникам определиться в своих профессиональных предпочтениях. Илья Сисько, ученик 9 класса Нюрнгринского информационно-технологического лицея номер 24, выбрал компетенцию управления беспилотными летательными аппаратами. И уже знает, чем будет заниматься в будущем. Сегодня он первым из участников справился с заданием. Я собираю беспилотник, вернее как, он наполовину был собран, но в нем были допущены специальные дефекты. Я должен был их устранить. Он мне попал в руки, там половина рамы была разобрана, не установлен ни полетный контроллер, приемник управления не был подключен, я все это подключил. На данный момент я перепаиваю регулятор оборотов, поскольку вращение моторов неверное. Также спаял кассету для аккумуляторов, ну и настроил все это в программе. Победители примут участие в отборочном чемпионате в Подмосковье, чтобы определить самых лучших для участия уже в национальном финале, который состоится в апреле в Южно-Сахалинске. Самый лучший представитель Якутии будет направлен на эти отборочные соревнования, чтобы дальше представлять свою республику уже на национальном финале. Шестой по счету региональный чемпионат молодые профессионалы в Якутии продолжится до 25 февраля. Соревнования проходят на 22 площадках в Якутске и 5 районах республики. Таковы итоги дня. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех новостей и событий. Всего доброго. До встречи.